привет борь вот собственно говоря у нас да здравствуйте и дорогие и не очень дорогие и очень дорогие и бесценные и самые лучшие и не самые лучшие все остальные девочки и мальчики но все кому зачем-то захотелось посмотреть эту же вторую запись сегодня снова вот меня подтолкнул к этому безобразию борис буквально домогался до меня всю неделю я сдался сдался на его такие уже больно активные действия понял что вот он вот он вот он настоящий мэн он кого угодно сможет домогстись так что девочки берегитесь вот берегитесь я сдался вы тем более сдадитесь вот сегодня мы решили продолжить и кстати народ требует народ правда еще не посмотрев толком первую часть уже требует вторую третью и даже двадцать пятую вот я не знаю они до 1 это когда можно было первое когда когда у меня интернет будет тогда и будет пока я пока на мобильном далеко не боюсь что может быть они первые то посмотрят и дальше и вопросы а можно начнут со второй вот но мы продолжим продолжим если мало ли кто-то посмотрев первый смотрит вторую и более того не смотрев первое начинает смотреть второй потом заходит первая сава двадцать пятую после этого то мы сегодня о чем сегодня то есть зачем какую из тех тем которые мы планировали там их много глаз ну я не знаю мы как обсудили может быть действительно как тем более тебя это зацепило все таки вопрос ссср да у меня как зацепило на самом деле неоднократно эту тему говорили потому что ведь на самом деле очень забавная ситуация сперва российские люди жили в ссср очень долго утомительно устали кто-то любил кто-то ненавидел многие даже кто любил все равно в тайне ненавидел на кухнях трепались там анекдоты рассказывали про коммунистов про василий и петьку там брежнева там про андропова про всех там вспоминали в водку андроповскую там вспоминали там отлавливание людей во время киносеансов рабочее время там спинать и другие нюансы все вспоминать ненавидели и потом когда настал вот настала перестройка горбачевская постепенная медленно и именно перед ней не уничтожение советского союза как голова идея горбачева а перестройка и кстати эта идея очень нравилась и нравится до сих пор почему я лично из всех вот генсеков горбачева уважаю больше всего то есть и не буду про горбачева много говорил хорошо и буду говорить на хорошо и дальше вот а потом было вот это вот знаменитые революции 91 года вот когда соседа окончился и даже загаде уже перед этим в предчувствие кончина соседа начали многие люди причем в прошлом активные коммунисты бросать свои партбилеты кричать там фу софт дэп коммунисты начали фу софт дэп там и так далее и вот начали стремиться туда поигравшись какое-то время уже году в 94 народ начал как-то вот уже менять свое мнение появилось огромное количество может я сам очень много снимал по что добыл буйным журналистом и тогда я довольно таки активно занимался политика я в москве на манежки постоянно проходили сюда уже митинги все это дело снимал как же и практически не осталась материалов не сохранилась на очень многое снималصل это желко да не мне кое-что сохранилось но очень мало к сожалению вообще очень мало ну что что все из средства плохие до вас свое отказал не сохранил чужие с охране многих свое почему-то не сохранил чуть-чуть от ни даже не мною сохранены а добрыми людьми мне передаются периодически это вещи которые как судитом и передачи это мои газетные штуки чудом не до передали папку моих газет 91-94 года у людей сохранилось, мне передали, отсканировал, что осталось, сеть выложил, но это все, такие крохи. Но суть не в этом, как бы, как раз народ уже как тогда уже начал как-то реагировать по-другому, уже появились, как говорится, новый взлет, новые виды коммунистов, вот это АКМ, кто может помнит, актив коммунистической молодежи, АКМ, первый, откуда Удальцов вышел. Немногие же его помнят в этом. Генезис не очень отражал, честно сказать. Не-не, ты тогда демократом был, мы помним. Ну, скорее всего, да. Да-да-да-да. И, соответственно, пошли новые движения, тогда появилось это движение уже, оно не монархическое, кто-то называет его фашистским движением, русским фашизмом, кто-то называет его монархическим движением, кто-то называет его национальным движением. Есть очень много названий, как и разной степени отклонения пошли. Тогда очень многие, очень сильно. То есть, оно вроде как бы тоже, которое вроде и не за прошлое, и не за текущее, и тем более не за то будущее, которое предлагалось. И чем дальше, тем больше больше было в этом плане расслоения. И вот, наконец, сейчас мы видим, это не попытка, на мой взгляд, реанимации Советского Союза, это невозможно абсолютно, а скорее каких-то, может быть, факторов, некоторых, может быть, ценностей Советского Союза, а может даже это не Советского Союза, а какое-то новое, что-то такое, да, то есть вот, я не знаю, как это назвать, то есть это, в принципе, совершенно не то, что строилось от Ельцинского периода, и там, может быть, до раннего Путина, вот, это скорее что-то совершенно другое, чему я не знаю название, советский капитализм, что ли, сложно сказать, вот, потому что ничего от ценности Советского Союза, скажем так, не осталось, вот, но при этом некоторые факторы советские так или иначе, ну, стали присутствовать, имперско-советские, может быть, я не берусь какую-то оценку, давайте, положительную, отрицательную, скажем так, я, вообще не моя задача окрашивать какие-то краски, вот, я и так слишком много говорю, давай я уже передам слово тебе, говорю уже много ты, потому что моя задача всё кидать в слово тебе. Слушай, тут столько пластов, там, вскрыто... Я скорее набросал, не только какое-то, что можно оттолкнуться. Да, то есть там отталкиваться, оттолкаться. То, чего мы так иначе с тобой касались раньше, я, кстати, вот, ты так ведь и не посмотрел, я рекомендовал посмотреть вот эту вот антиутопию. Посмотрю я обязательно, просто как-то у меня бурно всё происходит. Это вот сериал, который был обратно, сторона Луны, который начинался как просто советский, ну, не знаю, российский, скажем так, такой интерпретация знаменитого «Жизни на Марсе», английского сериала, да, а вот вторая часть вышла как раз такая антиутопия, когда главный герой возвращается в нашу реальность, но наша реальность для того, что он изменил прошлое путешествие в прошлое, превратилась в то, что, скажем так, должно превратиться, когда люди узнали, что должна быть перестройка, и просто не дали произойти перестройки, и Советский Союз вернулся, Советский Союз был, существовал, более того, он стал больше, у нас было 25 республик к тому моменту, когда он вернулся, то есть к 2011 году, вот, и более того, Запад действительно загнивал, из Запада, наоборот, пытались все сбежать в СССР, там нелегально, там всякие ухищрения люди шли, чтобы только вот каким-то образом бежать в СССР. Вот так хорошо жилось, и что, где была определенная уравниловка в буквальном смысле слова, что что министр, что дворник получали одну и ту же зарплату, то есть один и тот же самый объем отличался, только в количестве, может, киртали год, а сумма была одинаковая, и где в детских магазинах все товары для детей были бесплатными, ну и так далее, так далее. То есть я не как художественный фильм его рекомендую, потому что он слабый, а как вот идею. Ну да, попытка моделирования. Да, моделирование теории. Вот, это то, да, вот у тебя была какая-то своя идея, скажи, я уже все, затыкаюсь. Да, не то, что своя идея, то есть я просто, можно немного вдаться в генезис, да, то есть я как такая жертва режима же, да, то есть я ж не... Ты жертва режима? Да. Тебя расстреляли, эргасировали, ну-ка расскажи. Нет, жертва режима, мы все являемся жертвами режимов, почему, потому что являемся фактически, ну, редко мы являемся субъектами, мы являемся объектами, которые, на которых ставят эксперименты по, так скажем, по программированию, да, психологическому программированию под некие задачи. НЛП? НЛП это способ, ну, как бы способ на самом деле, да, там окна овертона и прочие вещи, а к чему все это, значит, программирование ведет, вот это вот второй вопрос. Поэтому, соответственно, у нас там, может быть, такое, наше поколение такое нервное, потому что сначала нас запрограммировали на одно, потом, значит, попытались перепрограммировать на другое, сейчас программируют вообще непонятно на что, на третье, на какое-то, и поэтому, так скажем, ну... Поэтому такой конгитивный диссонанс у некоторых людей. Да, перманентный он, по большому счету, потому что, значит, там, вчера пионер, значит, завтра демократ, а сегодня, значит, православный, ну, или там, православный христианского, или исламского, или буддийского толка... Ну, отчего же пионер сейчас тоже есть? Значит, очень даже существуют. Ну, они существуют, но это маргинальное течение, давайте честно согласимся. Кстати, это одна из причин, или не причин, даже вот, можно просто понять, как бы, насколько деградировала вся система, что... Все ведь начинается с детства, то есть, Советский Союз утерял вообще... Программу, программу. А он не программу даже утерял, он утерял ее, как возможно... То есть, он перестал программировать реальность. То есть, он и... В первую очередь, это касалось детей и юношества, потому что, собственно говоря, дети остались без идеологии вообще. То есть, мы все помним эти октябряцкие пионерские организации, которые, собственно говоря, кроме скуки ничего не вызывали. Ну, где как? Где как? Я бы не взялся так, потому что... Ну, я в среднем общаюсь с людьми, и... Ну, то есть, даже если они, предположим, было весело, да, там, и было как-то... Ну, как-то там, какие-то движения, какая-то движуха была, да, но она была абсолютно безидейная. То есть, там не было никакого такого вот идеи. А надо? Надо. А какая должна быть идея? Вот, даже не возьмем не комсомольский уже довольно-таки зрелый возраст, а пионерский возраст возьмем. Идея должна быть... Нет, идея должна быть. По поводу, какая это вопрос там очень долгих разговоров, и на самом деле это ключевой вопрос. Именно основная эта претензия к нынешней ситуации, она заключается в том, что... Как бы, к чему строим? Чего строим? Причем, самое смешное, она, по-большому, из-за этой же ситуации, на мой взгляд, Советский Союз развалился. Потому что люди были готовы до определенного момента терпеть неудобства, значит, разнообразные какие-то не очень приятные ситуации. За счет благ. Ну, и блага, и там, возможно, какие-то перегибы на местах, там, вплоть до этих репрессий, те же самых, там, да, то есть, но... Когда мы строили коммунизм, но когда мы перестали строить коммунизм, и нам его заменили Олимпиадой, и как при этом, значит, возникла вот эта вот дыра в железном занавесе, через которую массово стала заливаться вот эта вот потребительская культура, которая на Западе, безусловно, была развита, конечно же, гораздо сильнее. Мы стали, так сказать, стал вопрос, а зачем? То есть, зачем мы себя будем ограничивать? Зачем эти подвиги? То есть, ты считаешь хорошо, что до определенного времени был серьезный такой заслон от джинсов, маек, жвачек, пипсиколов и так далее? Этот заслон был ментальный. Неважно. Есть гемоэнцефалический барьер такой. Куда пойти? Говорили так, чтобы тебя поняли большинство людей. Есть такая прекрасная, значит, в нашем организме, предположим, мозг защищен гемоэнцефалическим барьером, то есть, это такая мембранная структура, которая защищает мозг, как самую чувствительную часть организма от всяких нехороших веществ, которые могут крутиться в основном, в остальной части организма. Так вот, советские люди до определенного момента были защищены подобного рода ментальным барьером. То есть, им хотелось, конечно, каких-то красивых вещей, возможно, лучшей жизни, но это для них не было фетишем неким, это не было аргументом. Это было бы просто, ну, да, это было бы хорошо, но если кто-то, почему вот там тех же стиляг там высмеивали? На самом деле, их искренне высмеивали. То есть, когда мальчики, девочки, значит, как попугаи разодеты, значит, с этими яркими красками появлялись среди, мягко скажем, такой сероватой обычной публики, это не была зависть, это было недоумение. Борь, надо отдать должность, что на самом деле стиляги это не есть отпечаток полностью никакого общества, с которыми копировали, а часть общества, и, честно говоря, может быть, определенное недоумение, даже серьезное, оно вызывало не только в России, у стиляг, да? То есть, то, что копировали, это далеко не было модель 90% того божуазного общества, которое мы... Нет, безусловно. Это совершенно другое, это копирование, как и панки, которые чуть позже появились некоторые другие движения, хиппи. Нет, но если взять вообще, как бы подразобраться с этим даже вопросом, а что мы... То есть, у советского населения был некий такой образ виртуального Запада. Неправильный образ. Не существует правильного образа. Согласен. Он был очень неполным, очень неполным. То есть, разумеется, те голоса, которые на нас вещали, те люди, которые ездили на Запад и привозили какие-то вещи, они же видели парадную часть. Так, понимаешь, она даже внутри страны точно так же невозможна. Ведь люди вот здесь, в Екатеринбурге, совершенно не представляют себе реальной жизни, грубо говоря, предположим, в Москве. Нет, не ко мне. А мужчины из соседнего общества тоже... Максим, ну, ищите, я не знаю, где-то здесь. Я на самом деле должен пояснить, просто мы отвлекаем Бориса от важных дел. Я пришел тут вот, и его будут периодически домогаться другие люди. С удовольствием. Ну, так вот, то есть, сейчас я говорю, что люди же тоже, предположим, ты живя в Екатеринбурге, ну, ты-то, может быть, еще ладно, но большинство людей, которые даже, может быть, бывают проезда в Москве или вообще не бывают, они считают совершенно по-другому, если жить в Москве представляют, да, и, предположим, там, узнав какую-то московскую зарплату, сравнивая со своей, не сравнивать уровень и систему жизни в Москве, считают, о, как там, зажрались, да, большинство считают. Как, в принципе, и москвичи не представляют жизни в Екатеринбурге, а тем более, предположим, жизни, там, не знаю, в Норильске, да. Ну, вот это вопрос-то в чем заключается? То есть, на самом деле, я, если так, это можно долго развивать эту тему, да, но принцип-то в чем? Что у человека должна быть некая иерархия ценностей, и самые большие ценности должна быть неким самая высокая, вот самореализация, да, как бы там даже по маслу. То есть, а самореализация-то в чем заключается? Она заключается в неких, все-таки, более или менее нематериальных, на мой взгляд, ценностях, то есть, это какие-то личные отношения, это улучшение, там, мира во всем мире, там. Ну, как бы это ни смешно звучало, но мне кажется, что это гораздо более естественное. Ну, Борь, ну так ведь, может, любую идею хорошую довести до абсурда, взять любую религию, неважно, я даже не буду говорить какую, потому что любую религию возьми, она изначально все-таки пропагандирует ценности, ну, действительно, общечеловеческие там, и до чего можно довести, посмотреть, любую из ветвей радикальных этой же религии? Религия, она пока не становится, я извините, перебью, пока она не становится средством государственного контроля ментального. То есть, как только она переходит, то есть, христианство было совершенно такой сетевым проектом, который базировался на искреннем желании людей отстроиться от того разврата, который царил в Римской империи, до того, ровно до того момента, пока ее не собрался, значит, взять Константин для того, чтобы, собственно, эту империю собрать. Потому что старые боги работать перестали. То есть, опять же, была потеря идеологического содержания, которая повлекла за собой распад государства. Это на самом деле неважно, потому что так можно взять любую, и можно тоже разбить религию. Так, понимаешь, а коммунизм тоже... А коммунизм это религия, конечно. Любой момент западный какой-то, там, американский образ жизни, американская мечта, это тоже религия. Большинство вещей недостижимы априори. На самом деле, люди к ней просто стремятся. Какая-то разница, можно взять любую религию и довести ее, неважно, как она будет называться, американская мечта, коммунизм или, там, не знаю, одна из типичных, там, скажем так, религий личного спасения. Вот, неважно, да, то есть, мы опускаем религии, скажем, на какую-нибудь воду и так далее. Мы берем, да, что-то такое более концептуальное, то, что действительно в основе стремится к чему-то положительному. И даже в этом случае мы всегда видим, что часть какая-то людей будет действительно стремиться жить по религиозным укладам, неважно, это касается, еще раз говорю, православия, там, мусульманства, там, иудаизма, коммунизма, не знаю, там, или, там, американской мечты, будут стремиться, да, а другие будут использовать все его блага и хищнически, так или иначе, подталкивать людей, зачастую, неведомо, которые стремятся к хорошему, к интересам работать на себя. Вот, это же, это просто сущность человеческая, одни такие, другие такие. Я считаю, что бытие определяет сознание, 60%, там, условно, 60% людей будут жить так, как удобнее. Так они сейчас живут, на самом деле, так, как удобнее. Вот, в этом и задача и заключается, создать такую среду, в которой удобнее было бы жить. Смотри, ты говоришь, опять искусственно создать какую-то среду. А она всегда искусственно создает. Согласен, но это, как бы, опять же, как вот можно построить дорогу, заставить людей ходить по дороге, а можно посмотреть, где люди протаптывают дорогу и по ней уложить этот сам асфальт, да, ведь есть разные варианты. Можно, только вопрос с дорогой, а если люди вообще никуда не ходят? Нет, люди все равно куда-то ходят, редко не сидят на одном месте. Ну, вот, предположим, есть у нас поляна, мы хотим проложить дорогу. Вот, просто, там не был никто еще на том конце, и туда никто не ходил. И никто не хочет, да? И возможно, да. А может, нахрен не нужна дорога туда? А пока не походишь, не проверишь. А не хотят ходить же, ты говоришь. А куда деваться? А вот пока они начнут не ходить и не делать дорогу. А дорога может появиться, пойдут. А не факт. Что бы они туда пойдут, по дороге желтого килпича, если туда никто не зовет. А начать звать, то они пойдут и посмотреть, как они ходят. Тут вопрос заключается в чем, что все равно некая какая-то система ценностей, она должна быть, и я в какой-то момент, значит, мне очень понравилось, как раз от коммунизма, у них была очень хорошая дихотомия, которой я сейчас пользуюсь, и она очень хорошо работает, на мой взгляд. Это вместо хорошей и плохой, полезной, бесполезной, мне очень нравится дихотомия прогрессивный, реакционный. Вот когда начинаешь с этой дихотомии работать, у тебя сразу же очень многие вещи стоят на местах, потому что не существует абсолютно прогрессивных и абсолютно реакционных вещей. Они зависят от контекста, то есть христианство в момент своего возникновения было безусловно прогрессивным явлением. Сейчас христианство в большей своей части, и вообще, я бы сказал, не просто христианство, а любые старые религии, они являются реакционными явлениями, потому что их задача, ну то есть они свою задачу выполнили, они пережили те условия и тот контекст, в которых они были созданы. Сейчас контекст радикально поменялся, и попытки реформировать их, они, по сути, уничтожают их, как некое аутентичное явление. А попытки вставать в оппозицию к обновленному контексту вызывают, то есть они становятся реакционными. Это немножко другая тема, она интересная. Нет, она... Мы там отдельно, как и вообще, вернемся к СССР. Нет, а чего возвращаться? Во-первых, давайте застолбим четко. 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 Сейчас, подожди, я это тут... Мы тут пообщаемся с человеком, а потом... А ты тоже ставим в эфире. Да, конечно. Вот, значит, коммунизм был религией. Давайте говорить четко. Причем религий достаточно прогрессивный на тот момент, когда он был создан, когда его попытались применить, значит, на практике, чего Маркс с Энгельсом даже, в принципе, наверное, не очень ожидали, что это произойдет. Причем меньше всего они ожидали этого от России. Ну, слава богу, они и не дождались. Ну, слава богу, не слава богу, на самом деле. Черт его знает. Думаешь, они бы сильно удивились? Возможно, да. Потому что они, на самом деле, славян вообще не расценивали как, собственно, передовой отряд пролетариата. Это был совершенно бессмысленный вещь. Вот. Значит, религия, на самом деле, вот если просто так говорить, религия для меня делится на две части, любая религия. У нее есть два, значит, первая часть – это для людей, не очень любящих, скажем так, думать. Религия – это просто набор таких достаточно четких, простых правил, по которым ты будешь действовать, и все хорошо, правильно, и ты живешь правильно. И религия, как философское течение некое, которое, значит, дает тебе поле для размышлений. То есть, ты размышляешь, ты работаешь, ты строишь логику, и в результате ты приходишь к неким выводам, которые, значит, уже для себя. То есть, религия для тебя становится неким просто базисом для возникновения своего собственного видения. Так вот, СССР-то как бы развалился гораздо раньше, на мой взгляд. Почему? Потому что со смертью Сталина это произошло, и там еще несколько было телодвижений, и после этого все рухнуло. После смерти Сталина пошли первые, скажем так, отпадать куски, ступени от ракеты, кирпичи от дома. То есть, СССР уже на этом, по большому счету, начал кончаться. Сталин, он как бы действительно строил коммунизм. Причем, мне кажется, что Сталин был так неплох, потому что у него было реально действительно очень хорошо. Извини, я тебя можно назвать сталинистом? Нет, меня нельзя назвать сталинистом. Поясни, потому что ты сейчас вроде вспоминаешь, что тепло про Сталина, но я чуть-чуть, потом вернемся. Ну, вот как можно сказать, я, предположим, гвозди забиваются молотком. Ну, я понимаю, что гвозди забиваются молотком. Можно ли меня назвать молотобойцем? Да нет. Просто ты пользуешься им как инструментом? Ну, просто я осознаю, что ту работу, которую проделал Иосиф Виссарионович, и как он это сделал, и к чему это все привело, это было прогрессивно. И то есть, грубо говоря, некто другой, но делающий те же самые действия, был бы так же хорош, по твоему мнению? Да, возможно, и да. А если бы Лев Давыдович Троцкий, предположим? Троцкий не проделал бы эту работу. Почему? У него была другая теория. Он работал на мировую революцию, на какие-то другие варианты. А Сталин был все-таки имперцем? Сталин был имперцем, да. Он интересовал именно вот здесь, сейчас именно вот этой территории, и побольше ее тоже как-то укрепить. Да, он был, ну, скорее, он был реалистом таким. Так может быть, он был монархом? Нет. На мой взгляд, он был классический монарх, просто долгим путем пришедший к власти, не будем сменой того. Ну, тут интересная такая тема. Я в какой-то момент осознал разницу между, предположим, как скажем, вот прилагательное имперский и императорский. То есть, вот в Англии там есть вот royal, да, там королевское, то есть, а есть просто вот british, там, да, то есть, это вот. То есть, императорское, это конкретно зависящее от некой личности, а имперское, это когда... Группа людей, да? Система, система имперская, но при этом сама личность императора в этом плане, она несколько вторична. То есть, у нас была, по твоему мнению, имперская или императорская система? Ну, судя по тому, что все-таки, то есть, Сталин пытался построить имперскую. Болитбюро, ты ведь не работал при нем реально? Ну, во-первых, при нем работало оно. Номинально? То есть, нет, у него, он просто пытался каким-то образом все-таки, в общем, он пытался что-то построить последние, там, вот лет 10, там, своей жизни. Там какие-то попытки были, все-таки он осознавал, что он не вечен, да, и надо как-то что-то делать с этим вопросом, чтобы его труд был, он не был похоронен. И он начинал какие-то вот вопросы эти выдвигать, но тут он оказался слаб. Прости, я тебя еще тут перебью, немножко опять же в эту сторону, потому что мне интересно тут углубиться. А вот скажи, если бы Сталина не отравили, все-таки сторонник того, что все-таки отравили, да, вот, то, вот, не умер бы он, говорится, в начале 50-х, то что, по-твоему, было? Ну, вот, может, он достроил бы схему империи, как империя, как превыше всего. То есть, твое мнение, что он менялся, Сталин 30-х, Сталин 40-х, Сталин 50-х, это разный Сталин? Сталин, мне кажется, не менялся. Не менялся, да? Сталин как раз был всегда достаточно аутентичен, он менял инструментарий. А сам по себе он был достаточно стабилен в своей точке зрения и в какой-то вот своей логике мышления. Просто сами инструментарий менялся по ходу пьесы, потому что жизнь, опять же, контекст-то менялся. А как же лес рубят, щепки летят? Как с этим быть? Ну, да, ну, каждый, а как быть, что у каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество? Я согласен, да. Ну, соответственно, лес рубят, щепки летят. То есть, тут ситуация какая, что если говорить про репрессии, да, то даже вдаваясь вот в эту ситуацию, ну, а давайте будем честны, ну, действительно, было реакционное, было масса людей, которых, собственно, не нравилась эта ситуация, которая сложилась в стране. Они были готовы, снаружи страны была масса людей, которые хотели бы, только ждали возможности, возможности, так сказать, этот красный проект похоронить, потому что красный проект... То есть, таки были враги, наружные вот эти враги, когда... Не, ну, просто я, как бы, историю я не очень уважаю, как науку. Я тоже не уважаю, это другое развивание, сколько уважаешь. И даже, и даже это, но просто когда где-то промелькнула вот эта просто перечень интервентов, которые в 1918-1919 году ворвались в Россию, то есть, там англичане на Дальнем Востоке, значит, японцы, немцы, кто только не под белыми этими знаменами, вместе с белыми, вместо белых знамен, да, кто там только нигде не... То есть, эти повсеменственные шпионы, о которых говорили... Конечно, а как иначе? Тут получалась-то ситуация, вот у нас сейчас, как бы, такой этот... Красный проект Light, да, то есть, облегченный, и то... То есть, фактически мы, создав эту ситуацию, как самим фактом своего существования, то есть, мы даже ничего не делаем. Вот, там, мы последние, там, не знаю, лет 10, там, начали активность какую-то проявлять на международной арене, до этого мы все грустли, вполне даже ушли. Мы самим фактом своего существования, очень многим людям, так сказать, создаем весьма большие проблемы. Советский Союз самим фактом своего существования, своей вот этой вот идеологией, он создавал огромные проблемы. Более того, даже без вот этих вот института дружбы народов, без обучения, там, этих интернациональных бойцов-интернационалистов, масса стран, в них были созданы ячейки марксистские, в них происходили революции социалистические. То есть, борьба двух миров, да? Да, это была борьба двух миров. Хорошо, это уже понятно, а как вот всякие эти Беломорск каналы, как канал имени Москва-реки, который построен, канал Москва, да, который течет, там, в сторону Митрова, там, и так далее, да, вот этот вот знаменитый, там, на котором, на костях был, в принципе, построен. Ну, давайте поговорим тогда про Петра Первого, предположим. Ну, да, конечно, это любимая тема. Ну, то есть, тут, собственно говоря, ну, вот о чем говорить, то есть, страна, страна совершала рывок. Да, этот рывок, этот был Мюнхгаузен, вытаскивающий себя за волосы. Соответственно, соответственно, это опять же мы возвращаемся к молотку, гвоздям и используем как инструмента. Да. Либо рез, ну, вот щепки летят, и как-то мы летаем в космос, там, мы строим каналы, да, либо мы живем мирно, спокойно, и ни хрена не происходит, так, что ли? Так вот, ни хрена не происходит. Вот, боюсь, что происходит, как бы, как раз очень даже много происходит, но не в ту сторону, куда бы хотелось. То есть, без вариантов, называется. Я думаю, я думаю. Либо мы будем миллионами косить людей, но добиваться каких-то результатов, да, кровью, годом, потерями. Я тебя трактую, как ты говоришь, может быть, немножко, как говорится, усугубляю твою мысль, но мне же важно, тебе тоже под кожу-то зависеть. Давай рассматривать контекст. Давай. То есть, в тот момент, когда все это происходило, была очевидна, ну, та же самая, то есть, я просто вот, ну, предположим, как там, урбанистические изыскания, мы там, изыскания по поводу, там, правил норм жизни, какие варианты. На самом деле, был такой розовый романтический период в Советском Союзе, когда, в 20-е годы. Когда шла огромная экспериментальная работа, архитекторы и урбанисты создавали новые форматы жизни, рассматривалось все под микроскопом, семья, институты, коллективная, значит, работа. И все бы это шло бы спокойненько, само по себе, но, там, где-то в начале 30-х годов стало очевидно, что мы на пороге большой моей войны. То есть, это ни для кого не был секретом, что, значит, миром это все не кончится. Потому что, значит, ну, ситуация, контекст создался такой. И тут у нас возникает такая вот тема, что давайте, значит, будем эволюционным путем, не торопясь, воспитывать людей, пастись на травки, там, постепенно из крестьян выращивать кооператоров, они будут сами, значит, слипаться в колхозы, там, предположим, значит, будем, значит, строить заводы там постепенно, как-то это все будет вырастать, эти заводы будут вырастать из каких-то там, не торопясь, опять же. Ну, к чему бы мы пришли? Просто Советский Союз бы перестал бы существовать, на мой взгляд, я думаю, гораздо раньше, чем, значит, мы и то-то не успели, Великое Отечественное, да, то есть, мы не успели. И даже те же самые, там, то, что Сталину постоянно предъявляют, разделы Польши, там, нападение на Финляндию и так далее, это была просто, ну, это была попытка, значит, нынешняя попытка Путина, значит, тормознуть НАТО у своих границ. То есть, мы пытались это двинуть в свои границы, всем было понятно, что, опять же. Защита нападения. Ну, да, то есть, это превентивные некие меры, которые позволят, опять же, в рамках того контекста обеспечить безопасность. Соответственно, ну, решался этот вопрос достаточно жестко, да, я могу согласиться, что я, мне очень не нравятся, там, вот эти вот, те методы, которые применялись, я не одобряю их, но я их могу сказать, что они на тот момент были, возможно, прогрессивны. То есть, других вариантов не было. Да, не было. То есть, причем, это как-то вот, есть такая наука, виктимология, да, то есть, есть вот люди, которые, как бы, притягивают к себе, вот, как бы, вроде, все к себе притягивают. То есть, на них, там, маньяки нападают, их, там, ненавидят. Так вот, Советский Союз, они, причем, сами-то, может быть, не это, не... Ну, говорят про таких проклятые, там, или несчастные, там, и так далее, да. Да, да, они-то, может, сами-то по себе ничего такого и не делают, просто они, вот, как-то, вот, себя ведут таким образом, что, вот, вот, почему-то, либо выделяются, либо, значит... Причем, какие-то феромоны, может, выделяются. Может, химия какая-то, да. То есть, Новосоветский Союз в этом плане, он был очень понятен, потому что он был примером для людей, которые, для рабочих всего мира, как, вообще, собственно говоря, может жить рабочий человек. И, ну, и, как бы, вот эти все вещи, они... То есть, люди просто... Ну, то есть, было без вариантов, на мой взгляд. Ну, то есть, собственно говоря... Ну, и продолжить-то, да. То есть, если... Поэтому, когда я эту историю-то, как пример, я когда начал анализировать, я просто, ну, когда умер Советский Союз, я начал анализировать, вот, уже в зрелом возрасте, когда же вот это все стало. А очень показательно, это, ну, перебломный период, это 60-е годы, то есть, до 60-х годов работать приоритет был. То есть, люди реально шли, там, покорять целину, строить, там, дороги, заводы. Было очень почетно работать в промышленности, в науке. Это было круто, значит, работать на страну. Но потом что-то... Потом был какой-то вот период оттепели, в этот период какое-то пошло бурление. При этом еще мы докатывались на остатках. То есть, это же представить себе, там, даже в 70-е годы, предположим, когда залы собирали огромные, там, с повесткой, спор лириков с физиками. Нонсенс. В 70-е годы это был уже нонсенс. И при этом в 70-е годы началась вот эта вот ситуация, когда произошло изменение некого вот этого ментального кода. То есть, как пример, я привожу всем известный фильм «Служебный роман», в котором главные отрицательные герои, он, собственно говоря, можно сказать, вот такой вот квинтэссенция всей этой ситуации. Ты замдиректора имеешь в виду, да? Не замдиректора, начальника отдела играет Басилашвили, который играет. Ну, замдиректор. Он полначальник отдела или заместитель. Заместитель, заместитель. В общем, карьера-то у мужика какая. Нет, честно говоря, это я не считаю самым главным героем. Это отрицательный героем. Ну, он как бы один из отрицательных. Ну, таких один из отрицательных. Я считаю, там вообще нет отрицательных героев. Нет, почему? Есть просто разные люди с разным образом жизни. Я бы никого там лично не выделил для себя как отрицательный. Не, ну почему? Он же там предпринимал некие действия. Я считаю, он жил, вот на мой взгляд, он жил, как жили тогда большинство людей на разных уровнях. Потому что так, в принципе, жили от сантехника до, скажем так, великого начальника. Просто каждый на своем уровне пытался то же самое делать. Главная героиня, она... Она была идеалистом? Да. Она была идеалистом, а их была единица, на самом деле. Реальных идеалистов 70-е годы, 80-е уже почти не было. Тем хуже для Советского Союза, Советского проекта. То есть, у него-то карьера какая была, а он работал за границей в Министерстве внешнеэкономических связей. И его понизили до начальника отдела, или до заместителя департамента, или службы, или кем он там был. Ну, вообще, он был все-таки замдиректора и все статистики. Всего Советского Союза. Да, ну да. И он это считал понижением. Ну, теоретически, оно и есть понижение. Ну, господа, я считаю, что... То есть, это ситуация, когда главными карьерными, значит, устремлениями стали МГИМО и торговые вот эти все темы. Попытка вырваться за границу. За границу, либо пристроиться здесь, там, внутри, там, через торговую. К благам. К благам, да. К благам присосаться к пайку. Все. Вот это был такой главный индикатор того, что... А это все почему, Борь, потому что при всей той идеалистической системе, конечно, сейчас больницы еще хуже. Но тогда они были полное говно. Образование было очень средним. Оно, конечно, сейчас еще хуже. Вот. И многие другие нюансы. Конечно, было масса нюансов, которых сейчас вообще нет. Просто, если мы начнем сравнивать тогда и сейчас, будет очень плохо. Лучше сравнивать, наверное, здесь и в другом месте. Потому что тогда были, конечно, кружки. Тогда была медицина плохая, но лучше, чем сейчас. И много других было нюансов. Тогда была справедливость. Ты уверен? Больше справедливости. Ну, может быть, чуток побольше. Я считаю, что справедливость, по крайней мере, была в том, что все-таки страна боролась за средний уровень жизни. Согласен. Чтобы все жили одинаково, среднехреново. Это среднехреново, одинаково жить, это был вообще, на самом деле, я могу сказать, что это прорыв. Нет, я понимаю, это как раз вот та самая зарплата одинакового министра и его дворника. И, с одной стороны, там были свои плюсы, в этом была, что было хорошего в Советском Союзе, была стабильность. Сейчас большинство людей, неважно, какого бы они уровня были, они не знают завтрашнего дня своего. А там человек бы знал, как бы ни было, все равно, если он сам не стремится к тунеядству, так называемому, да, то есть я не ставлю сейчас отрицательную контакту слово тунеядство, то есть к нежеланию ходить на работу, то ему все равно на какую-нибудь работу пристроят. Сейчас, как говорится, почти над каждым человеком висит, ну, домоклов меч безработицы. И даже бизнесмены своего завтрашнего дня не знают, причем даже бизнесмены, может, более-менее высокого уровня, потому что любой из них может завтра оказаться пойманным якобы на взятки, на наркоте, на чем угодно, в борьбе кланов уже, погоди, вот, была своя, может быть, плохая, но, предположим, ударить зуб там, или, не знаю, там, сходить к глазному врачу, может, было совершенно бесплатно. Вот, были кружки, что для меня самая большая потеря, это детские всевозможные нешкольные учебные заведения, да, кружки, секции какие-то, там, не знаю, там, другое место для каких-то образований, то, что так иначе сейчас пытается, как-то, в том числе я-то немножко как-то пытаюсь к этому приобщиться, учат, там, людей, детишек, фотографии, там, и так далее, вот, но, все-таки, это было на большем уровне, и я до сих пор считаю, что то, что я знаю о фотографии, заложили меня в так называемых фотостудиях при Советском, да, Советском Союзе, вот, была фотостанция, пардон, она называлась фотостанция, туда, куда я ходил, да, то есть, не студия, а станция, вот, и вот эти были нюансы, конечно, но при всем при том, ты же хорошо помнишь, особенно на излете, да, в 80-х годах, ведь в реальных магазинах нихрена не было. Так, там отдельный разговор, это ж, что их решит, нихрена не было. Выехать невозможно было посмотреть мир вообще абсолютно, ты же вспомни, как сложно, может, даже в Болгарию-то было поехать. Вот, это вопрос, вот, именно какой-то такой, действительно, странный, потому что, на самом деле, если, мне кажется, что где-то в 50-е, там, 40-е, ну, там, 50-е, может, в начале 60-х, там, наоборот, выехать-то как раз можно было, просто, во-первых, это дорого просто было, во-вторых, никто особо и не рвался. А потом выехать стало, наоборот, очень престижно, и, на самом деле, кто хотел съездить, тот ездил. Там и деятели культуры постоянно паслись на Западе, и, значит... Ты не помнишь количество бумаг, которые надо было заполнить? Да какая разница? И получить добро от определенных людей. Да, какая разница? Ну, извините. С этой точки зрения, оно... Нет, конечно, сейчас надо иметь денег больше, чем... Да, каких бумаг, да? Да, других бумаг, если нужно, да. Сейчас можно ехать куда угодно, только большинство людей даже по России не может. Нет, я считаю, что, кстати, это, вот, один из таких косяков, когда государство, оно... Ну, то есть, да, задача построения, воспитания человека нового типа не была решена, и государство, оно... В чем порочность нашего сравнения? Мы сравниваем Россию тогда и сейчас, а не сравним Россию такой, какой она могла бы быть, без некоторых, может быть, перегибов, да? То есть, как бы, если мы возьмем ту модель, которую ты считаешь правильной, и подрихтуем ее, да? Вот, предположим, давай отпустим всю эту уже воду и сопли. Вот, ты говорил, что можно взять модель Советского Союза и как-то, по твоему мнению, ее улучшить. Вот, расскажи мне об этом. Как, по твоему мнению, если бы не было перестройки... Или нет, наоборот, если бы была перестройка не полностью, вот, уничтожение Советского Союза в 91-м году, да? А именно перестройка, то, что начал делать Горбачев, как бы у нее было бы сделать перестройку правильно. Расскажи мне. Да. Значит, сначала я все-таки еще раз порекламирую ту книжку, которую я, прочитав которую, я наконец понял, что такое коммунизм, да? Есть такой Сократ Платонов, это псевдоним коллектива из трех человек. Книга называется «После коммунизма незатейливая», значит, имеется в интернете, никаких проблем ее скачать. Книга, на самом деле, это не книга, а некое такое собрание записок, которые эти люди писали в политбюро, для того, чтобы произъяснить нашим маразматирующим товарищам, это, собственно, ради чего все затевалось, да? Потому что уже к моменту распада Советского Союза уже все, мягко скажем, подзабыли, куда шли-то, собственно. Так вот, ответ-то простой. Коммунизм строить надо было. То есть, да, надо было строить коммунизм. Что было коммунизм? Коммунизм. Что нужно было строить? На самом деле, коммунизм – это промежуточная фаза перед, скажем, гуманитарным, гуманистическим государством с прямым управлением. Что такое гуманистическое государство? Это анархокоммунизм в чистом виде, когда государство… То есть, коммунизм – это этап, когда происходит снятие, так называемое. Снятие – это тезис-антитезис-синтезис. То есть, берется тезис, берется антитезис, и потом они, сливаясь, синтезируют новые качества. Так, чтобы люди со средним образованием… Ну, все очень просто. То есть, снятие денег, то есть, избавление от денежной системы, снятие производственных отношений. То есть, человек уходит из производственных отношений. Это та самая… Замена человека роботом. Да, конечно, безусловно. Снятие эксплуатации. То есть, человек перестает эксплуатироваться. То есть, вместе со снятием производственных отношений и снятие государства. То есть, государство тоже снимается, как элемент подавления. Потому что государство нужно только рано до того момента, пока люди не могут самоуправляться. То есть, как только все люди научаются самоуправляться, государство бессмысленно. И государство… Это реально? Безусловно, реально. Людям надо просто создать вот эти вот… Надо снять производственные отношения, надо снять вот эти все вещи и денежные отношения. И тогда, ну, за исключением, безусловно, биологическую природу… Какую биологическую природу? Это выброс гормонов. То есть, ну, человек может просто вспылить вот это вот чисто вот какие-то вещи такие. Это ни в коем случае не относится к бессмысленному накоплению благ или попытке всех затоптать и подчинить себе. Это не природа человека. Это там немного по-другому. А есть просто какие-то проявления, когда даже вот люди достаточно вменяемые, периодически перемыкают. Но это разовые случаи, которые оккупируются. Понятно. Вернемся к модернию. То есть, коммунизм. То есть, мечта Сен-Симона, грубо говоря. Ну, там, на самом деле, мечтателей было много. Я не очень… Я стараюсь читать только то, что вот оно больше подходит под мою точку зрения, так скажем, развивая… Глубоко в старину ты не копал. Не, я считаю, что Прудон и Сен-Симон и так далее. Да, Сен-Симон отчасти. Прудон, как первый анархист. Кропоткина, почитываем там, значит. Но у анархистов проблема одна. Они не создали методологии перехода к анархизму. Ну, вот я общаюсь с анархистами, и у них нет этого… Нет, ну, погоди. То, что мы сейчас понимаем под анархизм, всем не то, чем писал Кропоткин и так далее. Нет, нет, давайте так. Нет анархизма вообще. Есть анархо. Анархо что? Анархо-коммунизм. А вот, предположим, господа Стива Чубайса, это анархо-капиталисты. То есть, они предельная либерализация, значит, предельное освобождение, но с баблом. То есть, это Айн Рэнд, вот эти все ее, значит, там… А он тебя в суд подаст за это? Да, ну, прям, я просто излагаю его теорию, они просто хотят убрать государство вообще. Ну, ты учти, называй в прямом эфире какие-то имена, эти люди могут подать для тебя в суд. А что там? Ничего-ничего, мое дело предупредить. Ладно, на самом деле я ничего плохого про него не сказал, просто попытался, так сказать, позиционировать его идею. То есть, просто у Айн Рэнд, у нее очень интересная там, если так, ремарочка. У нее все здоровые, красивые и, значит, успешные. Куда деваться нездоровым, некрасивым и неуспешным как-то, ну, или просто недееспособным там, детям. У нее там ни у кого нет детей, у маленьких, у ее главных героев, которые для нее вот эти вот… Как они с ними там разбираются, непонятно, что делать с больными. Вернемся к основной теме. Да, так вот, надо было строить коммунизм. Сталин, кстати, собирался строить коммунизм, он этим занимался. Не дали. Он не успел немного, да, почему? Потому что одним из элементов построения коммунизма – это создание вот этой второй природы, то есть, производственного комплекса, который будет обеспечивать людей всем необходимым. Может, это его недальновидность, то, что он не создал себе преемника? Реального, то есть, он, видать, не думал о том, что он не вечен. Ну, вообще, в чужую голову не залезешь, и пытался он что-то создать, или не пытался он что-то создать. Вообще, мне кажется, что, может, он и пытался, а найти кого-то такого, подобного по масштабу не удалось. Мне кажется, ну, не знаю, там, я вот с Берией, там, такая фигура сложная, многогранная, там, демонизирует, кто-то его восхищает. Может быть, он Берию пытался, значит, в каким-то… То есть, Берия, в принципе, с ним достаточно долго прожил со Сталиным, и, возможно, что… И он стоял на многих проектах ключевых, которых Сталин считал очень важными. Может быть, он Берию готовил, там, как его… Ну, вот, недаром же, собственно, Берию, в первую очередь, и вместе с Малиновским, да, значит. Поэтому… Ну, по Берией много есть разного. Да, про Берию. Причем разных полярных отношений. Одни считают его первым из людей, которые желали перестройки, как говорится, и у него были свои практики, которые сейчас пытаются применить. Другие считают его одним из злобных гадов, как говорится. И я считаю, история покажет, если это уже наука, о которой ты говоришь. И, в принципе, у нас даже в Арбатске была в своё время тема, что истории не существует, но это уже другая тема. История – это легитимизация. Ну, может быть, всё-таки спустя какое-то время мы чуть больше правды узнаем, если нам повезёт. Ну, вот именно правды – это вопрос, опять же, контекста плюс документов. Вот документы. А это, кстати, к истории отношения имеет относительное. Это, скорее, архивоведение какое-то там. Ну, это и история тоже. Ну, ладно. Всё равно, так или иначе, производственный комплекс Сталин создавал. Ну, и мы, собственно говоря, и Советский Союз плодами фактически сталинских вот этих пятилеток и пользовался ещё там массу времени. То есть, остаточный период, который до перестройки мы доживали – это эхо, скажем так, Сталинское. То есть, грубо говоря, если бы было продолжение, то, может быть, было бы наращивание этой мощи. А так мы просто жили как бы на том накопленном жирке, который бы… Да, да. Правильно. Это твоя теория, правильно понял, да? Да, да. Совершенно верно. Я считаю, что это всё катилось, так сказать. То есть, инерция была настолько сильна, что мы… Поэтому к 70-х уже, собственно говоря, жирок истощился. Да, да. Уже как бы началась вот эта вот вся, так сказать, вялый переход капитализма начался уже тогда. То есть, там эти хозрасчёты начались, эти все, эти там денежные индикаторы. Рабочие подряд? Подряд, шабашки. Нет, нет, не шабашки, а рабочие подряд были официальные вещи. Ну, там, на самом деле, это долго рассказывают. Это Либерман с Косыгином эти реформы, которые там ввели. Вот. То есть, это псевдорыночная экономика в полностью неконкурентном… А ты против рыночной экономики? Я не против, я, скажем так, я за её ограниченное применение. То есть, она не должна быть глобальной. Это рынок, это вот рынок, вот маркет. Лоукал маркет, вот идеально. Две этих, две парикмахерские могут конкурировать. Значит, два металлургических завода – это маразм. Окей, мы уже, в принципе, говорим довольно-таки долго. Давай, чтобы как-то всё-таки подвести некую схему. Уже, в принципе, твои мысли, думаю, что мы так или иначе поняли. Не скажу, что я совсем с тобой согласен. Более того, скажу, что я с большей частью не согласен. Но это не важно. Моя задача – тебя услышать в данном случае. И дать возможность, чтобы какие-то другие люди тебя тоже услышали. А там уж пускай сами соглашаются или спорят. Скажи мне, пожалуйста, в двух словах всё-таки общую, по-твоему мнению, такую схему. Вот, грубо говоря, был бы, как говорится, у Сталина преемник. Или ещё как такое. Вот была бы некая схема. Или нет. Предположим, ты был бы преемник Сталина. Вот так вот, отбросим тебя на то перед временем. Какой кошмар. Ну, кошмар, не кошмар. Вот Сталин, грубо говоря, уже у смертного рода говорит, Боря. По какой-то причине тогда живёшь. Вот, Боря, всё, теперь ты. Хорошо. Как? Вот помоги нам, отец, подскажи. Ну, тогда это было... Ну, продолжать, да. Просто продолжать. Что продолжать конкретно? Вот как должно выглядеть и к чему мы должны прийти? Вот как итог? Расскажи нам итог. Мы должны к какому-то итогу, итогосу подойти. Я как-то... Вот тяжёлый вопрос, потому что вот в рамках того контекста я сильно завязываюсь на технологии в рамках нынешних своих размышлений. Не было тогда многих технологий, которые... Окей, ну всё, прошло вот уже время. По какой-то причине хорошо, не знаю, мы как-то сплющим вот это. Нам удалось сплющить период времени. И вот есть наши технологии. Вот сейчас вот как должно бы быть? Вот как вот Советский Союз... Государственная артельная экономика. Расскажи, что это такое? Крупная промышленность, государственная, плановая. Значит, они производят там все вот эти вот... То есть, всё-таки планы. То есть, был вот этот институт, как в служебном районе, который планирует, сколько трусов должно быть, сколько... Нет, нет. Вот про трусы как раз отдельный разговор. Институт планирует где-то там, условно говоря, до ткани. Значит, уже сама ткань там, базовая какая-то там зачета, он уже это некая кооперативная система, когда любой человек может арендовать у государства некие производственные мощности и выпускать на них любую продукцию, которую эти мощности позволяют. Вот тут включается конкуренция как раз. Вот этого нам не хватало. У нас слишком много, вот действительно пытались за трусов запланировать. Это, конечно же, смешно, потому что, ну, у людей, ну, там есть как бы... То есть, цикл планирования очень длительный, и он бессмысленно его включать на такие мелочи. Да, там, зубочистки планировать там. Хорошо, плановая экономика. Плановая экономика. Нет, двухукладная экономика. Давай расскажи. Крупный план и мелкий кооперативный артельный метод. То есть, большинство все-таки каких-то мелких работ, там, сапожники, там, не знаю, там, не знаю. Покупаешь патент, арендуешь... То есть, то, к чему в 90-е, в самом начале 90-е, то, что у нас было. В начале-то пришли, вот именно, и этим... Вот эти вот небольшие будочки, которые там, маленькие столовые... Зачем мы приватизировали крупные производственные комплексы? То есть, надо оставить заводы типа Уралмаша государству. Да, конечно. А маленькие, даже поскосить на маленьких столовых, пускай какой-нибудь там Вася руководит. Да, конечно. И в этом-то и было. То есть, все вообще, здраво-то ожидалось, что никто не собирается приватизировать там нефть, газ, металлургию, машиностроение, энергетику. Зачем железные дороги? В чем смысл приватизации? Нету там никакой приватизации, там монополия, естественно. То есть, я еще раз повторюсь, если правильно тебя понимаю, предположим, у нас газодобывающее, там все равно металлургическое, там, не знаю, крупные заводы и так далее, все это находится государственное. Так, поликлиники государственные? Да. Плюс частные какие-то кабинеты, типа стоматологии. Или не надо их вообще? Ну, возможно, на какой-то период пока... Но в целом, любая медицина должна быть только государственная, да? Нет, то есть, безусловно, нет, вообще, нет, я считаю, что вся медицина и все образование должны быть только государственные. Ну, из образования, может быть, исключить что-то, типа, каких-то кружков, все-таки, не общеобразовательных, то есть, или тоже они должны быть только государственные? Ну, кружок по фотографии, кружок по стрельбе из лука, тоже должен быть государственные? Кружки, возможно, можно сделать артельно-кооперативно. Но в целом, большая часть государственного – это образование, это крупная промышленность. Общепит как? Общепит, безусловно, это должен быть артельный. Без? Ну, нет, почему? Если какое-то государственное предприятие хочет организовать себе столовую, то оно должно это иметь. Частное небольшое предприятие при государственном предприятии, какая проблема? Да, нет. Государственное предприятие заключает договор с какой-то частой артелью, который по его заказу делает ему столовую внутри. Безусловно. То есть, общепит все-таки, тогда не государственный. Как получится? Общественный транспорт. Безусловно, все есть государство. Смысля нет. Я с тобой полностью согласен. Но он существует в каком виде? Как сейчас? Трамвай, троллейбус и так далее. Или и такси тоже, грубо говоря. То есть, это все государственное? Монорельсы, дирижабли. Все, любой транспорт. Любой. Самолеты, аэрофлоты и всякие. Все государственное. Все государственное. Что не государственное, кроме столовых, мастерских по ремонту, сапог, еще чего-то такого? Наука маленькая, производственная. Любой человек должен иметь возможность создать маленькое предприятие. Собственно говоря, чем в первую очередь люди, инженеры и занялись, кстати, с учеными после перестройки. Они начали создавать... Конструкторские бюро. Да. Частные конструкторские бюро. Производственных частных артелей. Но это же горбачевская схема. Все, о чем ты сейчас говоришь, это горбачевская схема в большом счете. Ну, да, может быть. То есть, получается... Но у Горбачева я еще в свое время писал Олимпиаду по истории. Это был уникальный случай на первом курсе. Я как раз критиковал закон о кооперации и о госпредприятии. Но это было начало, можно было подрихтовать. Ну, там было все плохо. Почему? Потому что государство... То есть, это было два мира, два шапира. Понимаешь? То есть, там кооператоры, они как-то болтались в воздухе. Неизвестно, откуда брать. То есть, они не были включены в государственную систему. То есть, система просто игнорировала их. Она между собой распределяла по неденежным. То есть, коммунизм-то уже был. То есть, деньги играли вторичную роль. А были, так называемые, фонды. То есть, этими фондами распределяли между предприятиями государственными. А кооператоры, они в этой схеме не учитывались. То есть, им ни фондов не давали, никто им не давал, ничего. И они, соответственно, фактически создавали коррупционные цепочки для того, чтобы получить какие-то материалы и комплектующие. И такие неплохо себя чувствуют, поверь мне. Но это коррупция. Это разложение. Ну, коррупция, да. А, кстати, как ты собираешься с коррупцией бороться, расскажи мне? Да быстрейшим переходом к коммунизму. Нет, ну это не вариант. Нет, ну это не вариант. Нет, это единственный вариант. С завтрашнего дня ты баллотируешься в президенты. Вот, грубо говоря, твоя программа. Расскажи нам. Вот так, чтобы люди тебя поняли. Моя программа про... Да, переход к коммунизму. Каким образом? Вот мы сейчас имеем... Каким образом? То есть, остается два только уклада. Никакой частной собственности. То есть, на средства производства нет, безусловно. То есть, значит, многоукладности... Из укладов остается два. Государственные предприятия и кооперация артель. Других вариантов никаких нет. А каким образом мы отберем аэрофлот у его теперешних владельцев? Там, не знаю, там, Газпромнефть, вот это все и так далее. Ну, Газпромнефть мы не будем ничего отбирать. Мы, Газпромнефть просто переходит, выкупаем 100% акций там. Нету государственных денег. Да как нету? Дефицит бюджета у нас. Да, что вы там? Ну, взяли, напечатали, отдали. А, вот так вот. То есть, девальвацию денег полную сделаем? Ну, что девальвацию? То есть, напечатаем бумаги сколько хотим. Нет, мы сделаем так, чтобы эти деньги сразу же куда-нибудь там с рынка делись, как обычно. То есть, это же прокручивается цикл. Я думаю, что как бы можно изобрести какой-то метод там выкупать. То есть, реальной программы у тебя нет? То есть, ты вот так вот мысль, что надо переходить к коммунизму, а так не знаешь. Нет, давай, давай, давай. Я хотел бы понять, просто сейчас, вот как нам быть сейчас? Нет, подожди, подожди. Мы уже в жопе, как нам из жопы вылезти? Нет, подожди, спокойно. Вот, из жопы нам надо вылезать медленно, печально и, ну, на самом деле, весело, но снизу. В смысле, под жопой что? Я думаю, из женской жопы что-либо возьму? Да, да, мы, мы, у меня нет программы, у меня нет программы, как я стану президентом, потому что я даже в таком ключе даже думать не собирался. Я тебя назначаю кандидатом-президентом. Нет, 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 давай не надо меня назначать кандидатом-президентом, давайте просто потихонечку выращивать снизу вот эту кооперативную экономику. Кто это будет делать снизу? А вот мы с тобой, почему бы нам не организовать там артель кружков для начала, да, значит, там кто-то будет нам поставлять из таких же артельщиков, там, те же самые платки там или там какие-нибудь эти, значит, какое-нибудь оборудование, значит, вот уже цепочечка начинает формироваться. У всех есть детишки, у меня нет пока, там, у тебя есть, там, не знаю, там, у кого-то есть детишки, детишек надо как-то обучать. Можешь платить деньги, можешь бартером закрывать, то есть, как бы взаимозачетами, некими, значит, нужными вещами, не валенками какими-то, а просто нам нужно то-то, то-то, предоставить повещение там или там выдать какие-нибудь, ну, какие-нибудь там обучающие, там, книжек напечатать или еще что-то сделать. И вот, то есть, вымывание денежного оборота. Почему? Потому что, собственно говоря, никто не мешает вот эти все расчеты проводить в безденежной форме, закрывая необходимым количеством ресурсов. И там, где мы будем видеть, что вот у нас дыра, и здесь приходится деньгами закрывать с рынка, мы просто скидываемся, оборудование и так далее, создаем вот эту дыру, закрываем нашу кооперативную ткань, нашей кооперативной экономики. И так потихонечку формируем слой людей, которые все меньше и меньше зависят от рынка, все меньше и меньше зависят от государства. То есть, мы становимся определенными, а дальше просто есть очень такой простой, все бегают, вот у нас же, видишь, у нас там все ходят на федеральные выборы, да, еще там, ну, меньше ходят на региональные выборы, меньше все ходят на муниципальные выборы. И зря, потому что, предположим, если взять там 10% активных людей, могут практически любую, значит, навязать свое мнение обществу, это научные данные, да, то взять город 30-50 тысяч человек, то 5 тысяч человек надо, чтобы в этом городе просто выбрать того мэра, который нам нужен. Ты реально думаешь, тебе это дадут делать? А кто не даст? Ну, я не знаю, государству может не понравиться, такое гоношение внизу, такое активное гоношение внизу. Ну, что такое, во-первых... Если ты согласован с государством. Не, а кто такое государство? Государство, это я, как говорили, до 14-й. Мы не собираемся там каких-то деструктивных вещей делать, то есть, ну, просто, вот, мы хотим хорошее отношение там с властью, да, то есть, вот, берем, выбираем себе мэра, о чем мы не можем, группа бизнесменов, публика себе мэра. Что такого-то, вот. Причем, в конце концов, мы можем свой город построить, почему бы нет. Ты уже об этом говорил. Да, то есть, я как бы, я за строительство нового, на самом деле, потому что в старых городах там есть другая проблема. Там есть определенного рода люди, да, которые вот, ну, они не очень нашу там схему укладываются, там, возможно, и мы, и нам с ними будет не очень комфортно, им с нами не будет очень комфортно. Поэтому, может быть, проще построить свой город, да, и таких городов десяток, там, сотня. В целом, в целом идея твоя, в принципе, понятна. Я именно, я, на самом деле, не очень верю в реформы сверху, потому что, ну, это, я не считаю, предположим, того же самого нашего нынешнего президента, там, что он не очень хочет, там, каких-то изменений. Он, возможно, и хочет этих изменений, но он осознает, что есть инерция, да, огромная инерция, то есть, машина-то огромная, все это катится, и пока ты ее начинаешь поворачивать, ну, взять, там, даже, там, министр образования, вот, там, стал министр образования, он первое изменение, он может сделать через год. Ему надо, там, бюджет согласовать, там, законодательную базу подрихтовать, все это, там, проучить всех этих, там, свою иерархию. Это же понятно, что это безумно, там, это, год, это, это счастье, на самом деле, два-три года, это, чтобы вот что-то там начало меняться. Поэтому, я про другое, я, я, так, как бы, именно про то, что нужно снизу, надо кооперироваться и создавать вот эти вот структуры, и постепенно находить людей, которые тебе по нраву, по вкусу, по ментальности, и из них создавать, а не пытаться лезть вот в это вот, то есть, у нас и невозможности нет, это и вот продавить свою, там, устроить очередные репрессии, да и неохота, честно сказать. Зачем мне надо разбираться с какими-то людьми, которыми я вообще, там, ортогонален абсолютно. Мне не хочется ввязываться в разборки, я хочу просто, чтобы ко мне не лезли, да, но собрать тех людей, которые мне близки по духу. И мы с этими людьми сможем, значит, соответственно, создать себе анклав. Вот. Когда этих анклавов станет достаточно много, но эти анклавы должны строиться в некой ментальной базе общей, да. Когда их станет достаточно много, то анклавами станет уже то, что не в этих анклавах. Вот в чем парадокс. То есть, наша ткань срастется, а они окажутся окруженными, так сказать, людьми с другой ментальностью. Ну, пусть живут как хотят. Хочется людям рыночной экономики там жить, там, платить за все, да, кто ж вам запретит, парня. Но это мы уже возвращаемся к тому. Да, поэтому я, ты когда-то мне говоришь, а что бы ты сделал? Да, я не хочу быть президентом, это безумно. Я из этого, я осознаю, что это очень все тяжело, а я еще все-таки надеюсь пожить в своей жизни. Ну, собственно, я думаю, на этом мы поставим паузу. Если повезет, мы, может быть, запишем еще продолжение. Я вот просто хотел бы сказать, что вот я с удовольствием два лица выслушал. Вот, лично я во многом с ними не согласен, какие-то идеи мне нравятся. Вот, но я с ними не согласен, наверное, больше, чем в половину тем. Ну, моя задача была все-таки, чтобы люди услышали то, что вот его какие-то мысли. И прежде всего, к чему я призываю, потому что вот в всяких модных сейчас соцсетях, в фейсбуках, в контактах, во всех других, люди любят по любому поводу сразу сраться. И я вот еще раз говорю, что я не согласен, ну, с 80-70% того, что говорит Борис. Но я предлагаю, что люди должны, в принципе, вести вот подобный диалог, дать возможность, даже если человеком не согласен, выслушать его, то, что он сейчас говорит, чтобы он высказал свою мысль. Ты можешь и дальше быть с ней не согласен, тебя никто не заставляет, чтобы... Не надо пытаться тут же убедить другого. Ты можешь остаться при своем мнении, я при нем остаюсь. Боря, при своем мнении, мне было очень интересно его выслушать. Я с удовольствием выслушил еще раз, я осталась дальше при своем мнении, хотя кое-что из того, что он сказал, мне кажется полезным и интересным. И какие-то вещи, возможно, я при несогласии с Борисом оставлю себя на вооружении. Вот примерно так. И на этом думаю, что я закончу эту очередную нашу беседу. Если повезет, находясь здесь в Екатеринбурге, может быть, я смогу еще разочек чего-то с Борисом записать, а дальше мы там. Хочу сказать слова благодарности, потому что все-таки профессионал, это профессионал. Я вот самому мне как-то наговаривать это очень сложно. Ну, по ходьбе остановим. Не надо хвалить. А Андрей все-таки профи, как именно, как интервьюер. То есть вовремя подкидывает нужные вещи. Подкидывает, подожжем хвост. И на этом мы пока скажем. Всем пока. До свидания. Так, ну все.